Из-за пожара погибли 4 человека. Виновнику трагического ДТП в два раза сократили срок, нападение на сотрудника правопорядка и многое другое. Это рубрика «Оперативная съемка». Меня зовут Юрий Осипов. Здравствуйте. Пожар унес жизни 4-х человек. Со слов очевидцев, в заброшенном доме с прошлой весны проживали лица без определенного места жительства. К моменту прибытия пожарных одноэтажное строение горело по всей площади. С места происшествия в пожарную лабораторию изъяты электрообогреватели и проводка. На пепелище обнаружены тела 4-х человек. Следственно-оперативная группа устанавливает их личности. В настоящее время в рамках доследственной проверки устанавливаются все причины произошедшего, а также проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Уже назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. По результатам процессуальной проверки будет принято решение. Виновнику смертельного ДТП сократили срок в два раза. Ранее Якутский городской суд приговорил бывшего директора кангаласской школы к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Но на днях стало известно, что Верховный суд Якутии отменил это решение, изменив срок всего на 3 года и 11 месяцев. Напомню, что экс-директор кангаласской школы Алексей Юрченко в августе прошлого года на автомобиле «Мерседес» в нетрезвом состоянии совершил столкновение с «Тойота Чайзер» на улице Лермонтова. В результате ДТП 24-летний водитель и 22-летняя пассажирка «Тойоты» получили смертельные травмы. Отмечу, что потерпевшая сторона, родственники погибших, просила изменить решение суда в части места отбывания наказания, посчитав, что Юрченко должен отбывать срок не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. В итоге Верховный суд постановил назначить наказание Алексею Юрченко в виде лишения свободы сроком на 3 года и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. В Усталданском отделе полиции камера наблюдения сняла нападение на полицейского. Следствием установлено, что старший участковый уполномоченный согласился подвезти человека до соседнего села. Уже в машине полицейский почувствовал запах алкоголя и разъяснил мужчине недопустимость нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ пассажир начал пить в машине. На слова сотрудника правопорядка о том, что он намерен отвезти нарушителя в отдел полиции, мужчина набросился и нанес ему несколько ударов по голове. Уже там, после снятия наручников, мужчина нанес рядом стоящему помощнику участкового несколько ударов. На камеры видеонаблюдения также время от времени попадают случаи мошенничества. На кадрах видеосъемки видно, как женщина показывает продавцу тысячную купюру, а затем убирает ее. Следом она отвлекает продавца мелочью, при этом говоря, что уже оплатила покупку и требует сдачу. Подобные случаи не единичны. На днях произошел идентичный. Это была оперативная съемка. Пусть беды обойдут стороной. Будьте здоровы.